Завидную оперативность проявили банки, выполняя запрос приставов на взымание штрафа. Средства были списаны со всех банковских карт девушки, причем неоднократно. Потерпевшей оказалась наша коллега, а заплатить ей пришлось за нарушение, которого она не совершала. Минувший четверг Валерия точно не назовет прекрасным днем. Ей вдруг пришла СМС о списании тысячи рублей за неоплаченный штраф. Якобы она еще в июле проехала на Красный на одном из перекрестков. Пока девушка пыталась вспомнить обстоятельства, аналогичные сообщения посыпались одно за другим. Мне начали приходить СМСки от других банков, что у меня и там тысячу рублей списали, с кредитной карты у меня списали. То есть там порядка где-то примерно три или четыре карты. Из каждой карты по тысяче. Там, где средств не было, там уходило в минус. И так в течение двух дней, после чего карты еще и заблокировали. Приставу такую скорострельность объясняют тем, что информация о списании доходит далеко не сразу. Снятие денег сразу со всех счетов тоже имеет причины. Бывает, что у нас есть сведения о том, что на расчетном счете находится сумма недостаточная для погашения той задолженности, которая имеется у должника. Соответственно, судебный пристав-исполнитель принимает меры принудительного взыскания и по отношению к иным расчетным счетам и денежным средствам, которые находятся на этих расчетных счетах. Самое интересное, что на красный свет проехала не Валерия, а молодой человек, купивший у него машину десятью днями ранее. Право собственности он оформил как раз в тот же день, когда и нарушил ПДД. Правда, все это девушке придется доказывать самой. На административные правонарушения в области дорожного движения, которые зафиксированы специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, не распространяется принцип презумпции невиновности. Бремя доказывания обстоятельств, послуживших причиной несогласия с вынесенным постановлением, лежит на лице, которое привлечено к административной ответственности. В итоге одну карту пристава все же разблокировали, списанные средства обещали вернуть. А в ГАИ в этой связи рекомендуют всем продавцам не надеяться на покупателя и самим снимать авто с регистрации. Ведь нарушение, совершенное на вашей бывшей машине, может оказаться куда серьезнее, чем проезд на красный свет. Продолжение следует...